Машина, он застревает, во двор пытается залезть. А вот мой ребенок. Мы сходили в поликлинику. По разбитой дороге в грязи по колено, как 6 лет назад, так и сейчас, людям портят жизнь большегрузы, которые по центральной улице везут свеклу на Черемный сахарный завод. Наша съемочная группа уже в пятый раз приезжает в Новороманово. В октябре людям пообещали сделать дорогу и тем самым разграничить поток транспорта через поселок. Сейчас уже ноябрь, а дороги как не было, так и нет. Причем в сентябре здесь пообещали установить дорожные знаки, но их тоже до сих пор не установили. Если у пешехода выбора особо нет, либо под колеса КамАЗа, либо в грязь, то большегрузы уже несколько месяцев обещают пустить в обход. Однако фуры продолжают идти колоннами через поселок. Ну вы же сами видите, вот какие дороги у нас. Разбивает страшно. В темное время суток не видно ни ям, ни луж. Идешь по дороге, еще если навстречу КамАЗ идет, он включает дальний свет, ему же надо видеть, где ехать. Все, человек вообще слепнет, просто-напросто. Обольет, проблема человека, нефиг было идти по дороге. А идти больше негде. Грузовики накатывают колею, превращая дорогу в грязное месиво. От транспортных вибраций в домах звенит посуда. Он идет, она вот так вот стучит. Спать не дает вообще, мне кажется, что землетрясение началось, то ли хватать документов и выбегать из дома, то ли что. Мажем, белим. Вон там, видите, какие эти. Замазываем, забеливаем. Все рушится. Они идут день и ночь КамАЗы. Скорость не сбавляют. По словам жителей, в местном сельсовете не заинтересованы ни круглосуточным потоком транспорта, ни разбитой дорогой. Краевой бюджет выделил 500 тысяч рублей на строительство памятника. 150 тысяч рублей мы должны собрать, как пожертвование жителей села. Работы по возведению памятника уже ведутся. Однако идею нового мемориала поддержали далеко не все жители. По мнению людей, на выделенные средства лучше сделать дорогу, по которой дети каждый день ходят в школу. Или хотя бы провести освещение вдоль опасного пути. Постройка мемориала людям, павшим в войне. Это неплохо. Я ничего не могу сказать. Но я считаю, что для начала у нас есть более важные дела. Мы живем сами тут уже, как в войну практически. У нас дорога вся разбомбленная, как будто бы нет освещения. Дети ходят в темноте, в грязи. Поэтому и скидываться не торопятся. Люди уверены, в селе стало бы спокойнее, если бы КАМАЗы ходили потише. Для этого нужно установить знаки, но сделать это жителям предлагают за свой счет. Давайте соберемся по дорожным знаком. Насачев сказал, нужны деньги. Шесть тысяч на два знака. Их два поставить нужно. Десять тысяч. Вот поверьте мне, мне есть куда деть. Если я найду эти деньги, то мне их есть куда деть. Знаки не решают вообще ничего. Ждать не стоит ни освещения, ни новой дороги. На ее ремонт нужно почти 40 миллионов рублей. Таких денег в сельсовете нет. Сейчас подморозит. Мы не можем, мы сделали дорогу полевую, напрямую. Как только подморозит сейчас, мы уйдем на ту дорогу. И минуем вообще Новороманово. Жители ждут первых морозов. Как никогда завод подарит передышку. Но только на зиму. Сделает ли местная власть хоть что-нибудь, чтобы перевозки свеклы стали тише и реже? Пока непонятно. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.